Добрый день, Архат Пахтарович. Добрый день. В казахстанской прессе, в свободной, я бы сказал, появилась информация о том, что многие чиновники из Казахстана пытаются обзавестись гражданством и вообще видом на жительство на Мальте. Вы не встречали этих чиновников? Ну, во-первых, я пользуюсь правом, предоставленным мне в Европе. Я нахожусь на территории Европейского Союза. С некоторого времени я выехал из Мальты, но то, что я знаю от моих источников, что ряд близких к Назарбаеву лиц действительно хотят получить европейские паспорта. Это связано прежде всего с ситуацией вокруг Крыма, вокруг Украины, окружение президента, его, так скажем, казначеи волнуются, что примеряют на себя роль казначеев Януковича. Это показывает, что режиму Назарбаева осталось недолго, так скажем, жить. То есть бегут с корабля, вы хотите сказать? Ну, всегда. Они же, все казначеи, они понимают, что в случае повторения сценария казахстанского, допустим, того же Майдана Назарбаев их не спасет и на всякий случай готовят запасные аэродромы. Это не сейчас, это уже давно продолжается. Практически это с 2007 года. Многие, так скажем, из семейного клана бизнесмены, они давно уже работают над этим. Многие получили европейские паспорта, пользуясь инвестиционной программой. В том числе сейчас на Мальте это легко получить. Платят 650 тысяч евро государству и за юридические услуги, по-моему, тоже около... В общем, в сложности это около миллиона евро уходит на это. Не секрет, что, по моей информации, семья Назарбаева у Тимуратова через английских адвокатов пытается получить европейские паспорта. Скажите, вот последнее, что произошло, девальвация, это как еще один символ такой, крушение всех этих надежд Казахстана на будущее или это просто неспособность властей контролировать ситуацию? Что вообще происходит? Не секрет, что то, что произошло в Украине, такой же сценарий возможен и в Казахстане, только с другой спецификой. Назарбаев, ему сейчас очень сложно отойти от тех декларируемых, якобы, это с его подачи создается вот этот так называемый Евразийский союз экономический, хотя он хочет направить это в русло якобы только экономического сотрудничества. И он стал фактически заложником той системы, которую выстроил под себя, систему абсолютной власти, когда единственный человек в Казахстане принимает все важные экономические и политические решения, не советуясь с парламентом, а тем более с гражданами. Поступает так, как хозяин со своим стадом. Что он решит, то и стадо должно дублировать в парламенте или в качестве так называемого советского одобрямса. Поэтому он стал заложником, хотя после Украины он прекрасно понимает, что территориальный вопрос, особенно что касается северных территорий, которые озвучивают тот же Жириновский и другие, он не в состоянии спасти эти территории в случае какого-то возникновения приграничного конфликта интересов. В связи с этим то, что происходит в экономике России, оно, конечно же, затрагивает и Казахстан. В случае ухудшения состояния в связи с экономическими санкциями Евросоюза, США, в отношении России, в случае ухудшения, в случае ухудшения ситуации на нефтяном рынке, то это, конечно же, бумерангом ударит и по Казахстану. Первый сигнал – это вот эта девальвация, где пострадали граждане Казахстана в первую очередь. Клан Назарбаева, конечно же, он вывел и успел перевести всю это в валюту, в доллары, в евро, и фактически опять повесили на шее простых казахстанцев. На мой взгляд, эта ситуация будет усугубляться, пока граждане страны не поймут о том, что единственный путь, чтобы сохранить свои, вообще дать свой голос, пока все мы не построим новое государство. Прежде всего, это свободное от коррупции, открытое для любого языка, веры, гражданское общество, прежде всего, основанное на верховенстве закона. Там, в стране, в которой не будет вот этого страха перед Назарбаевым и террором со стороны КНБ и других правоохранительных органов, человечеству и на евразийском пространстве нету других ценностей, чем европейские ценности. Все прекрасно понимают, что даже в Турции, Турция, казалось бы, у них 2% территории в Европе, они хотят стать членами Европейского Союза, а Казахстан, где 12% территории в европейской части, так скажем. Конечно же, нам необходимо всем осознать, что единственный путь сохранить территориальную целостность, сохранить вообще Казахстан, это только путем смены режима Назарбаева. Все проблемы в Казахстане, это связано прежде всего с той системой, которую в течение 25 лет Назарбаев создавал под себя. Я за последнее время обратил внимание, что формы вот этого культа личности Назарбаева, они приобрели какой-то уже совершенно гипертравический характер, как во времена Сталина. Это что, что такая реакция? И как вообще оценивать к этому явлению с точки зрения перспектив страны, которую вы описали? С одной стороны, я как гражданин Казахстана, мне, конечно, тяжело говорить, чем хуже, тем лучше, что это вызовет массовые протесты. И граждане страны осознают и будут проводить акции гражданского непонимения. В этом ключе это единственное, чего боится Назарбаев. Он не может, он может посадить одного, двух, трех, но пусть десять, пусть, как это было уже на Узене, он там расстрелял по официальным данным более 18 человек. Но когда выйдет на улицу тысяча человек, вот тогда это будет большая-большая головная боль. И ему придется прислушаться к голосу народа. А когда выйдет две тысячи, три тысячи, вот тогда и поднимется самосознание народа, что мы не быдло, мы не мобед, мы понимаем, что страна и народные богатства принадлежат не Назарбаеву, а гражданам нашей страны. В последнее время много говорят о всяких проектах, преемников, кабинетных перестановках. Вот вы как считаете, будет будущее страны решаться в кабинетах или на улицах? До последнего времени Назарбаев так и предполагал на свое место в случае, если ухудшится у него окончательно здоровье, если он не сможет исполнять свои функции, то провести какую-то так называемую реформу очередную, сменить, так скажем, информационный фон, информационную волну вплоть до создания парламентской республики, но с оставлением для себя церемониальных и таких почетных должностей, чтобы обезопасить себя от того, чтобы у него не конфисковали его коррупционные богатства, которые он скопил в течение 25 лет. Но после ситуации с Украиной, по моим источникам, Премли им дали четко понять, что вопрос с преемниками Назарбаеву не только не стоит повременить, а вообще думать только о том, что только через волеизъявления, только через свободные выборы возможно поднимать вопрос о преемственности. Это четкий сигнал о том, что Россия будет доминировать в вопросе постназарбаевского периода. То есть Россия уверена в том, что если будут свободные выборы, то Кремль каким-то образом получит контроль, что ли? Так получается? Не в этом, просто кулуарно или по типу туркменского варианта, как тот, кто был у предсмертного, так скажем, постели, и тот человек захватит власть, такой сценарий для Казахстана не пройдет. Четкий посыл, что российские интересы в Казахстане, доминирование полностью, практически полностью доминирование информационного пространства в Казахстане показывает, что информационные технологии и, конечно, возможности силового варианта, что будущий руководитель Казахстана будет зависеть в том числе и в большей степени от решения о передаче власти после Назарбаева тому кандидату, который имеет больше, так скажем, взаимопонимания с Кремлем. Вот как вы считаете, то есть такой час их, что ли, приходит или это еще все-таки такие какие-то странные? Ну, все зависит от экономики. Вы же прекрасно понимаете, как действует тот же Евросоюз и Соединенные Штаты Америки. Все зависит от внутренней ситуации. Назарбаев тоже не пуп земли, он не в состоянии, потому что в условиях глобальной экономики ситуация экономическая чем хуже будет в Казахстане. А так как Казахстан входит в таможенный союз и будет подписан вот этот Евразийский союз, то на него, конечно, оказывают сильное влияние мировые цены, общая ситуация. Ну и это будет оказывать на протестные возмущения граждан. Консолидация она будет гражданского общества, это не за горами. Именно поэтому в администрации президента предполагают вот заполнить сейчас вот эту нишу, которую они вытравили с помощью КНБ, запугиванием, террором в отношении гражданских активистов. Они пытаются заполнить так называемыми назарбаевскими тетушками, новыми под видом якобы в Казахстане тоже есть реальная оппозиция, с помощью ее как-то лавировать, оказывать давление на Кремль, с тем, чтобы сдерживать подписание назарбаевым политических конструкций в рамках вот этого Евразийского союза и с целью удержать его от подписания. Это вот для Кремля вот такой вот ход придумал Назарбаев и Масимов. Совместно с Александром Мирчевым, который болгарский американец, который работает на Назарбаева. Это не секрет, он создал ему программу «Суперхан». Все выступления Назарбаева, практически тезисы, пишет Александр Мирчев. То есть эта ситуация сохраняется? Да, 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 она постоянно сохраняется. И мало того, он больше стал доминировать после того, как пришел к руководству администрации Карим Максимов. Понятно. Спасибо вам большое за интересное интервью. Я надеюсь, мы будем продолжать оценивать политическую ситуацию и развитие с вами вместе в разговорах. Да, я хочу просто еще раз подтвердить, что я, как граждане Казахстана, я всегда буду участвовать в актах сопротивления режиму. Я буду доносить. Мы должны пробить вот эту брешь в государственной пропаганде. Мало того, что пропаганда, цензура Азарбаевым введена в Казахстане, так еще и российская пропаганда. И полностью под двойным прессом находятся наши граждане. От того, как мы быстрее вместе с вами донесем правду долг граждан, от этого будет зависеть и судьба самого Азарбаева и в конечном счете нас. Спасибо. Спасибо.